Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый... Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Прежде всего, хочу поздравить вас с праздником труда и с наступающим праздником Пасхи. Сейчас я бы лучше съездил на шашлыки, но вместо этого хочу озвучить некоторые события, которые сегодня произошли в криптомире, и самое главное, обсудить один очень важный слух, который, если что, может поднять биткоин до 65 тысяч долларов на краткосрочной перспективе. Биткоин сегодня достигал 58 тысяч долларов, эфир установил новый ценовой рекорд, Dogecoin, кстати говоря, обошел кардана по рыночной капитализации, также есть слухи о том, что Alibaba купил биткоин на 20 миллиардов долларов, именно поэтому он сегодня и вырос. На это намекает руководитель биржи Binance CZ у себя в Твиттере. Поговорим об этом и другом в этом видео, и если тебе такой контент интересен, я попрошу тебя поставить лайк прямо сейчас. Тебе одна секунда, а мне всегда очень приятно, и это большая мотивация снимать видео дальше. Также это помогает каналу расти. Итак, рынки сегодня выглядят очень неплохо. Биткоин в моменте был выше 58 тысяч, BNB и эфир оседлали сегодня новые исторические пики, XRP 1,6 доллара, Dogecoin обогнал кардана, и это даже несмотря на проведенные события кардана Африка. У Dogecoin же 8 мая состоится некое таинственное мероприятие, которое организовал Илон Маск. Он запостил об этом твит вчера и назвал себя отцом Dogecoin. Мне кажется, ближе к этой субботе цена Dogecoin может подрасти. На данный момент его капитализация составляет 46 миллиардов долларов против 42 у кардана. И я считаю это очень несправедливо именно для кардана, ведь у нее куда больше наработок и развития. Особенно продуктивным для нее будет это лето. Биткоин сегодня вырос до 58 с половиной тысяч долларов не просто так. Дело в том, что ходят слухи о том, что Alibaba купила биткоины. Сегодня утром заговорили о покупке Alibaba биткоинов на сумму 20 миллиардов долларов. Конечно же это просто спекуляция, но почти сразу же после начала этих спекуляций глава биржи Binance CZ в твиттере написал, что это может взорвать рынок, не финансовый совет. И затем он добавил еще некую утечку, которая связана с блокчейном, Alibaba и, конечно же, экологическим дружелюбием. Звучит как бычьи новости, добавляет он. Люди воспринимают эти слухи как что-то позитивное, и поэтому крипторынок сегодня вырос еще на 100 миллиардов долларов. Возможно, в ближайшем будущем мы услышим новости о том, что Alibaba инвестировала в биткоин. Надеюсь, это окажется правдой, и это будет особенно ироничным, ведь в прошлом директор Alibaba называл биткоин пузырем. Так что, если он реально купил биткоин и сообщит об этом публично, это будут очень большие срочные новости для крипторынка. Ведь такие компании покупают биткоин явно не в ожидании медвежьего рынка уже через несколько месяцев. Это приводит нас к еще одному вопросу, который часто задают мне в телеграме. Кстати, ссылка на мой телеграм в описании под видео. Многие люди сомневаются, что медвежий рынок вообще наступит. Им кажется, что рыночные условия изменились, и поэтому вопрос уместен. А что случится, если мы никогда таки не увидим настоящий медвежий рынок? Логика в этом есть. По аналогии с другими компаниями, которые получили массовое принятие, их капитализации толком не видели настоящих медвежьих рынков и просто постепенно растут на протяжении длинных периодов времени. Мы видим это на фондовом рынке, на недвижимости. Я лично думаю, что такое может произойти и с криптовалютами. Только на длинной дистанции. На краткосроке, понятное дело, коррекции могут быть постоянно. По моему мнению, если медвежий рынок и начнется, он не будет и близко таким же драматическим, как в 2018. Почему? Потому что я не думаю, что компании добавляют биткоины в свои активы только для того, чтобы спустя несколько месяцев обвалить его курс. Нам нужно очень внимательно следить за их балансами, ведь фиксация прибыли по биткоину такими компаниями может означать скорый медвежий рынок. Но я верю, что большинство этих компаний будут усредняться и просто держать биткоин очень-очень долго. Нам нужно еще понимать следующее. Компаний, которые держат биткоин сейчас, на самом деле еще мало. Есть множество других, кто еще не проснулся. Когда они поймут, что биткоин это выгодно, на примере других компаний, они тоже могут прийти на рынок. Следующий биткоин-халвинг обрежет предложение биткоина в два раза. Сейчас в день добывается около 900 биткоинов, а значит после халвинга это будет уже 450 монет в день. Это приведет биткоин к тому, что его дефицит вырастет. С ростом принятия криптовалют и спрос на биткоин будет увеличиваться. При уменьшенном вдвое предложении и с растущим спросом биткоин будет пробивать потолок за потолком. Крайний биткоин-халвинг произошел в мае 2020 и все ожидали невероятного роста биткоина прямо в день халвинга. Его не произошло, потому что рост начался чуть позже. Думаю, что следующий биткоин-халвинг пройдет по похожему сценарию. Только, учитывая все, что я сказал прежде, это будет не просто очередной буллран, не просто новый биткоин-цикл. Это будет супер-цикл, который дотолкает цену биткоина до миллиона долларов. Прошлый бычий рынок в 2017 году сейчас кажется маленьким холмиком на фоне вот этой горы. И когда-то очень давно я снимал видео, в котором предполагал на основе исторической информации, что так оно и будет. Но вот этот подъем, который мы наблюдаем сейчас, когда-нибудь в будущем будет таким же маленьким холмиком. В этом, я уверен, на 99,9%. Забавно, что на пике 2017-го вот здесь все говорили, что это максимум, что смогла сделать криптовалюта. И что она больше никогда не оклемается после этого брутального падения. Когда альткоины падали вплоть до 99%, а биткоин на 80%. Все же она оклемалась. Именно так я и вижу следующие 5 лет для биткоина. Итак, к интересным новостям за сегодня. Биткоин достиг 57 тысяч долларов в неожиданном подъеме, который почти нивелировал все потери во время падения в апреле. Да, за это падение, которое мы наблюдали в апреле, я видел самое большое количество людей, которые зафиксировали свои убытки, чем за все коррекции во время этого буллрана. Очень многие говорили о конце бычьего рынка. Я же расставил ордера на 43 и 42 тысячах за монету. Но об окончании бычьего рынка я не говорил. Как по мне, это был лишь локальный катаклизм. Локальные пики, локальное дно. И даже жаль, что биткоин до сих пор не потрогал 20-дневную скользящую. Хотя в теории он просто обязан это сделать. Думаю, в коррекциях, которые мы увидим в будущем, он все-таки это сделает. Самая низкая цена, до которой опустился биткоин, это 47 тысяч долларов. Откуда он со стремительной силой отскочил назад. Очевидно, давление покупателей на этой отметке было очень-очень большим. Микростратегия прогнозирует рост своих прибыли на 52%, а Майкл Сейлор, который ее возглавляет, подтвердил о предстоящих покупках биткоина в будущем. Очевидно, микростратегия очень хорошо вложилась в этот буллран. И можно сказать, даже стала его причиной. Они купили огромное количество биткоинов в 2020-м, когда все остальные паниковали. Именно так, кстати говоря, и должны поступать умные деньги. А мы, как розничные инвесторы, должны следовать за умными деньгами. Майкл Сейлор поступил разумно, и многие люди последовали его примеру, покупая биткоин как средство защиты от инфляции. По моему мнению, эта инфляция определенно продолжится, что будет только на руку криптовалюте. Еще одна очень хорошая новость для биткоина, которая может смотивировать компании, которые все еще не находятся в биткоине, купить его. Очевидно, эти компании уже начали просыпаться, потому что банк BNY Melanie посетовал, что вместо золота они бы лучше купили биткоин. Хе-хе-хе. Не знаю почему, но мне стало смешно. Мелани, подпишись на мой канал. Гарантирую, спустя год ты ничего кроме биткоина покупать не захочешь. Я думаю, это скромное сожаление сейчас возникает не только в мыслительных процессах этого конкретного банка. Многие сейчас думают о том же. Справедливости ради, я не имею ничего против золота. Золото это тысячелетний актив, но биткоин это новый рынок, который сейчас набирает принятие, а значит все больше новых людей приходит сюда. В том числе и переходят из рынка драгоценных металлов, видя как криптовалюта обгоняет все любые другие виды активов. Но золото, как по мне, тоже просто обязано у тебя быть. Не бумажное, не фьючерсное, не деривативное и прочее, а самое настоящее. Физическое. Еще одна отличная новость для криптовалюты. Fidelity запускает институциональную платформу криптовалютной аналитики под названием Sherlock. Эта платформа предоставит услуги технического и фундаментального анализа для управляющих фондами и просто инвесторам. Под управлением Fidelity находятся активы на сумму около 10 триллионов долларов и они уже немного связаны с криптой. Так что то, что они начинают предоставлять такие услуги, означает их намерение еще глубже погружаться в криптовалюты. Не удивлюсь, если мы увидим от них массивные инвестиции в биткоин. Также не забывай, что криптосервисы уже создают PayPal, Circle, Mastercard. Даже банки JP Morgan и Morgan Stanley объявили о намерении запустить свои криптосервисы к концу этого года. Как мы видим, огромные события начинают происходить прямо сейчас. И я думаю, что мы только в самом начале этого пути. Тренд этого года – добавлять биткоин на балансы различных компаний. Тренд 2022-го – это предоставлять криптоуслуги и создавать разные криптопродукты для своих клиентов. Все это является ступеньками для массового принятия криптовалюты. Но самая главная ступенька, по моему мнению, это регулирование. И именно поэтому дело Ripple XRP так важно. Поэтому суд против Ripple – это фактически суд против всей криптовалюты в Соединенных Штатах. И поэтому я поддерживаю Ripple. Даже не потому, что это какая-то там компания, что решает большую проблему, а она решает большую проблему. А потому, что я всегда был, есть и буду за криптовалюту. Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывай. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok